Ситуацию в Украине отслеживает съемочная группа CBC. Специальный корреспондент Эльмира Моссазаде выходит на прямую связь со студией. Здравствуй, Эльмира. Где ты сейчас находится? Как обстоит ситуация? Здравствуй, Медина. Мы сейчас находимся в самом центре Львова. Как видно, погода значительно испортилась. Ранее вы отметили, что российская сторона с 10 часов утра по московскому времени ввела режим прекращения огня, режим тишины. За это время украинская сторона может вывести мирное население из таких городов, как Мариуполь. Но в целом отмечается, и экспертное сообщество об этом говорит, что после окончания этого режима тишины может начаться серьезный штурм. Поэтому граждане спешно покидают сейчас территорию Украины. Не только в восточной части, к примеру, в том же самом Мариуполе, но и в западной части тоже, хотя она особо войной не затронута. Здесь не было никаких ни снарядов, ни атак. Но, тем не менее, граждане покидают эту часть тоже. Хотя во Львове ситуация относительно спокойная. Отмечается, что именно западная часть Украины, она более патриотичная, так скажем. Граждане здесь предпочитают оставаться на своих домах, либо же отправляться дальше на фронт. В частности, наша темночная группа засвидетельствовала, что огромное количество молодых парней из Черновцов, из Львова, отправлялось в Киев, так как в этом городе ситуация сейчас достаточно напряженная. Сообщается, что Киев находится в полублокаде. При этом российская сторона отмечает, что никаких атак на столицу Украины совершаться не будет. Наши коллеги, которые находятся в Киеве, передают репортажи из этого города. И действительно видно, что население там готовится к возможной атаке. По всему городу стоят металлические ежи. Люди изготавливают коктейль молота. Молотова в том числе и, к примеру, в других городах Украины, в частности во Львове, мы тоже стали свидетелями того, как обычные предприниматели отдают свои заведения для того, чтобы на базе их заведений готовились, к примеру, те же самые коктейли молотова, чтобы люди проходили специальную военную подготовку. То есть обычные граждане, которые работают на предприятиях, это могут быть повара, охранники и так далее, они проходят специальную военную подготовку, с ними занимаются специальные тренера для того, чтобы они могли уже проявить себя непосредственно на линии фронта. Но согласно брифингу Министерства обороны Российской Федерации ведется широкомасштабная операция, то есть широким накатом, как сообщил официальный представитель оборонного ведомства России ведется военная операция и уже сообщается о том, что некоторые населенные пункты перешли под контроль российских войск. Украинская сторона сообщает о том, что ведется сопротивление, войска территориальной обороны дают отпор, но при этом мы знаем, что существенная борьба развернулась около Запорожской атомной электростанции, там вчера в результате военных действий состоялось возгорание, при этом российская сторона заявляет о том, что никакой опасности и угрозы нет, пожар был потушен. И украинская сторона же в свою очередь обращается к своим западным партнерам, к странам ЕС, к странам НАТО с призывом о том, что если пострадает атомная электростанция, то трагедия будет гораздо хуже, чем то, что было в Чернобыле. В Чернобыле пострадал все лишь один энергоблок и такая масштабная катастрофа, которая затронула не только территорию Украины, но и близлежащие страны. Если же сейчас что-то произойдет в Запорожской атомной электростанции, то пострадает не только Украина и Россия, не только Европа, но и в целом весь мир. Также накануне президент Зеленский обратился к своим партнерам по НАТО и отметил, что решение о незакрытии неба над Украиной может обернуться катастрофой. Он обвинил западные страны в том, что они не оказывают существенной поддержки Украине, и при этом сказал, что каждая последующая смерть – это вина непосредственно западных партнеров. Российская сторона, в свою очередь, отмечает, что ее целью не являются гражданские лица, она не стремится к уничтожению гражданского населения. Это чисто военная спецоперация, и главной целью являются именно военные объекты. Россия, как отмечает российская сторона, готова к диалогу, но на ее условиях – это в первую очередь разурожение и денатификация Украины. Украинская сторона, в первую очередь, просит безопасности и стабильности для своих граждан, а также вывода российских войск с территории страны. Мы продолжаем отслеживать ситуацию. Здесь, как вы видите, во Львове обстановка абсолютно спокойная. Если пару дней назад были сигналы воздушной тревоги, то сегодня ночь прошла абсолютно спокойно. Граждане, как вы видите, абсолютно спокойно гуляют по центру Львова. Здесь я бы хотела еще отметить масштабную борьбу с фейками, которая сегодня ведется. Безусловно, фейки зачастую сопровождают любые военные конфликты, в том числе и этот. Если можно обратить внимание, то российская сторона и украинская сторона сообщают абсолютно разную информацию. Помимо этого, западные СМИ также не остаются в стороне. Я бы хотела подчеркнуть, что некоторые западные коллеги утверждают о том, что город полностью милитаризован. Мы такого не наблюдаем. Здесь абсолютно спокойная обстановка. Никаких военных, никаких особых каких-то предприятий здесь нет. Да, наблюдается чуть большая осторожность среди граждан. Мы видим, что вопросов к журналистам, вопросов к людям, которые что-то пытаются снимать, гораздо больше, чем, к примеру, в обычное время. Но это объясняет украинские власти тем, что на территории страны находится большое количество диверсантов. Российская сторона, к слову, подчеркивает, что по большей части это мародеры, которые сами украинцы, которые дестабилизируют ситуацию в стране. Но при этом какие-то военкоматы, военные пункты в стране действительно переполнены. Мы наблюдали большие очереди. Люди стремительно записываются в терроборону. Помимо этого, здесь активно представлены волонтеры. Львов в эти дни стал таким оплотом для дипломатов, для журналистов. Именно сюда все собираются. И большое количество волонтеров стремится помогать гражданам не только на Востоке, но и по всей территории страны. Сюда прибывает большое количество беженцев, многие из которых затем переходят в третьи страны, пытаются перейти уже на территорию Польши, либо же Венгрии. Волонтеры им с этим помогают. Организовываются специальные автобусы, которые направляют граждан Украины в другие страны. Помимо этого, в самом Львове здесь имеются специальные пункты помощи, где беженцы и любые нуждающиеся могут получить гуманитарную помощь. Студия. Большое спасибо. Я напомню о ситуации в Украине, рассказал специальный корреспондент CBC Эльмира Мосса-Заде. Она сейчас находится во Львове. Продолжение следует...